Опускаю лирику, перехожу к сути. Да, из лирики единственное, что хочу сказать. Здесь уже говорилось о том, что мы идем в социальные медиа за нашими пользователями, но не только за этим. Мы идем, чтобы формировать контент социальных медиа. И на самом деле еще эта задача у нас существует. Вот, это я пропускаю, это тоже. Мы открыли пока две страницы, мы открыли ВКонтакте в сентябре 2011 года и в Фейсбуке в октябре 2011 года. Почему две? Хотя это двойная затрата и по времени, по возможностям и так далее. Здесь проанализирован возрастной состав аудитории. Фиолетовый цвет – это Контакт, голубой – это Фейсбук. Вы видите, что первый столбик, самый большой, это возраст 18-24. То есть 50% пользователей ВКонтакта – это молодежная аудитория. Основная часть пользователей Фейсбук – это то, что мы называем специалистами. Именно поэтому мы пошли туда, где есть разная по качеству аудитория, и мы делаем немножко разный контент для наших социальных сетей. Пользователь в социальной сети имеет возможность, ну как бы стандартные возможности, имеет возможность комментировать, ставить лайки, имеет возможность поделиться. Однако не надо завышать наши ожидания, потому что, как показывает не только наш опыт, но показывают различные аналитические работы на этот счет, большинство пользователей, 90%, пользователи – это лишь те, которые в лучшем случае ставят лайки. Поэтому ожидать от них активного взаимодействия не приходится. Мы проанализировали, собственно, тот контент, который мы уже положили в наши сети. Ну, здесь просто примеры сообщений стены. Наша основная позиция – мы не повторяем сайт. Мы где-то на треть даем новостную ленту с сайта, остальное – специально формируется контент для социальных сетей. Часть информации была вызвана, в том числе, реакцией аудитории. Они запросили от нас специфическую информацию об отделах, об обисках, кстати говоря, которые используются. И сами стали, скажем так, соавторами развлекательной части информации, которая выкладывается в социальных сетях. В частности, там у нас появилась рубрика «Легенды и мифы». Сами читатели это породили, а мы лишь продолжили. И также мы используем сети для того, чтобы вытаскивать старые новости, старую информацию, которая у нас в сайте ушла куда-то далеко. Ну, к примеру, действуют подписки, есть, о них потихонечку все забывают. Это тоже вытаскивается на первый план в сеть. Ну, вот если мы посмотрим по отметке «Мне нравится», мы проанализировали, насколько спрашиваемы наши ресурсы, насколько как бы пользователи, как на них пользователи откликаются. И оказалось, что ВКонтакте и Фейсбуке по-разному реагируют на наши сообщения. Одинаково на первое место вышли легенды и мифы исторички. А вот дальше не совпало. Молодежная аудитория ВКонтакте проголосовала в порядке убывания за отделы библиотеки, праздничные даты и новости. То есть этой аудитории оказалась интересна практическая информация о работе отдельных подразделений библиотеки. Заказы, бронирование, продление брони. Аудитория Фейсбука отметила библиотечные коллекции, новости, исторический квартал. Таким образом, здесь наглядно видна разница интересов. И главное, что мы еще немножечко и меняем стилистику. ВКонтакте мы себе позволяем более вольный стиль общения. Это мы пропустим. Это мы тоже пропустим. Как мы еще стали использовать нашу сеть для комплектования фонда? Историческая библиотека, библиотека специфическая, и мы собираем исторические источники. В частности, у нас есть специальный отдел, где собираются современные материалы по общественным политическим движениям. И вот последняя предвыборная кампания по выборам как президента, так и Государственной Думы. Мы стали через сети, обратились к пользователям о том, что мы хотим от них получить изображение агитационного материала. И это сохранить уже как исторический источник для следующих пользователей. На удивление, наши фотоальбомы, которые мы завели, они были открытыми для пользователей. И мы получили массу откликов. Там более ста фотографий, причем совершенно разных регионов страны. И мы считаем, что эта акция удалась. Мало того, эта выборная кампания повлекла за собой активность послевыборную. Нам пришлось создать следующий фотоальбом и сделать уже как бы поступление туда материалов с послевыборной агитацией. Тоже пользователи это активно выкладывают. Таким образом, у нас формируется совершенно уникальный контент по современной политической истории. Социальные сети имеют неплохую встроенную статистику. Она на самом деле очень похожа и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Это ежедневная статистика о количестве уникальных пользователей, количестве просмотров, географии, полувозрастном распределении подписчиков. На что хочу обратить внимание. Недавно в ВКонтакте появилась такая возможность, как посмотреть охват аудитории, причем проанализировать буквально по часам интенсивность распространения информации и посмотреть, какое самое наиболее подходящее время, чтобы выкладывать новость. Ответ был удивителен. Новость в среднем живет 36 часов. И на самом деле, как только мы, вот сейчас на летнее время мы перешли на режим выкладывания информации раз в двое суток, и там четко прослеживается вот такая вот волнообразная зависимость. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши сети находились в постоянной активности, и аудитория постоянно туда заходила, новости должны выкладываться раз в сутки. Ну, вот в частности, это тоже таблички, которые Фейсбук предлагает. Все, всю статистику можно выгрузить в эксельских файлах. И, да, единственное, что я еще хочу сказать по поводу статистики. Ну, данные у нас были следующие. За, допустим, первые пять месяцев этого года в Фейсбуке, там есть такая позиция, количество людей, которые посетили страницу или видели одну из публикаций страницы в ленте новостей, уникальные пользователи. Посещение страницы составило 20 тысяч человек. Ну, вот, в принципе, это можно приблизительно про, скажем так, сделать такую, ну, не кальку, да, наложить на статистику посещения сайта. А вот там есть еще один параметр. Количество людей, которые видели материалы, связанные каким-либо образом с вашей страницей, уникальные пользователи. 160 тысяч. То есть, на самом деле, вот в этих двух цифрах, 20 тысяч и 160 тысяч, показывает, как работает сеть. Да, если на сайт человек зашел, посмотрел и все, то на самом деле сеть распространяет информацию мгновенно. И за тот же самый отчетный период, за те же самые пять месяцев, мы получаем уже не 20 тысяч, а 160 тысяч. Мне кажется, эти цифры достойны того, чтобы подумать о том, нужны или нет сети в библиотеках, то есть работа в сетях для библиотек. Коротенько. Мы также работаем с нашей информацией, которая доступна через Википедию. Это страница исторической библиотеки. Но также мы делаем прямые активные ссылки на наши ресурсы, на ресурсы электронной библиотеки. Это или идет через непосредственную ссылку на Вифлеофику, это наша электронная библиотека, вот на этом слайде это показано. Или же идет ссылка на конкретную книжку в электронной библиотеке. Эта работа у нас только началась, это такой еще пилотный проект. Я пока еще не знаю, чем это дело кончится. Вот эта книжка, там прям прямая отсылка идет на конкретную электронную копию книги. Ну и, наконец, немаловажная вещь, последний сюжет, это управление этими ресурсами, редакционная политика, кадры и перспективы. Так вот, значит, мы начали с того, что сначала два человека попробовали вести аккаунты в социальных сетях, а потом мы все это дело приложили на молодое подрастающее поколение. У нас есть совет молодых библиотекарей в библиотеке, и мы предложили им это вести. Сейчас в коллегии пять человек, в качестве журналистов мы расцениваем на самом деле социальные сети в качестве СМИ, и в качестве журналистов могут выступать все, кто угодно, но в редакционной коллегии сейчас, значит, двое старших и трое младших. Они прекрасно с этим справляются, и основные наши принципы – это коллегиальность, взаимозаменяемость и быстрота реагирования. Мы начинали с того, что делали контент-план, то есть какая новость, как регулярно в течение месяца появляется. Сейчас мы дошли до того, что у нас мы собираемся раз в две недели, и просто делается сетка вещания, и каждый отвечает за свою часть. Что дальше? Это на самом деле немаловажный вопрос, поскольку первые шаги мы сделали, теперь дальше. Дальше надо расширять работу в социальных медиа. Это Twitter. Как только у нас на сайте будет сделана прямая отсылка для работы с социальными сетями, мы выйдем в Twitter. Это необходимость использования инструментов в социальных сетях, такие как заметки, обсуждения, видеозаписи, аудиозаписи и опросы. Про YouTube не знаю, потому что для этого все-таки нужно иметь человека, который хорошо обращается с видеоматериалом и умеет снимать. Но что важно и что надо делать прямо сейчас? Это анализ того, о чем говорят в сетях по поводу нашей библиотеки. Это надо выявлять цифровых лидеров или лидеров мнений, как их еще называют, в тематических сообществах. То есть те, которые передадут информацию о нашей библиотеке или наше сообщение своим друзьям и так далее. И, конечно же, это активная позиция в тематических сообществах. Это комментарии, поддержка дискуссий. И, в общем, не надо стесняться при этом рекламы своей библиотеки в сообществах. Ну и то, чего мы хотим добиться, это, конечно, доверие той целевой аудитории, которая у нас есть в социальных сетях. Ну и пока вопрос, на который мы еще не придумали ответ, но главное задать вопрос, это как хранить всю информацию, которую мы там размещаем. Все, спасибо.